Праздник прихода весны Всемирный день гражданской обороны, день забайкальского края, день эксперта-криминалиста МВД России, день хостинг-провайдера в России, день кошек в России, день движения за независимость Кореи и день благодарности в Казахстане. Еще есть необычные праздники. День шептания с лунными девами, день пива, день подснежника, а также в этот день день святого Дэвида и фестиваль сбора грейпфруктов на Кубе. А в народном календаре Ярилин день. Именины в этот день отмечают Даниил, Илья, Макар, Павел, Порфирий, Самуил и Юлиан. В этот день в истории есть знаменательные события. В 1555 году Нострадамус опубликовал первую свою книгу о предсказаниях. В 1790 году прошла первая перепись населения в США. В 1873 году Ремингтон начал производство первой пишущей машинки. В 1920 году образована бурятская АССР. В 1947 году начал свою деятельность Международный валютный фонд. В 1996 году основан космодром Свободный. И родились в этот день в 1445 году Сандро Боттичелли, итальянский живописец эпохи Возрождения. В 1904 году Глен Миллер, американский музыкант. В 1906 году Вера Менчик, русская шахматистка, первая чемпионка мира по шахматам среди женщин. В 1912 году Борис Черток, советский российский ученый, конструктор ракетной техники, академик РАН. В 1922 году Исхак Рабин, израильский политический деятель, премьер-министр Израиля, нобелевский лауреат. В 1937 году Евгений Дога, молдавский и советский композитор, дирижер, педагог, народный артист СССР. В 1938 году Борислав Брунтуков, советский и украинский актер, народный артист Украины. В 1948 году Ирина Купченко, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. И в 1963 году Томас Андерс, немецкий поп-певец, актер, композитор, бывший солист группы Modern Talking. Нет такого возраста, в котором было бы поздно менять свою судьбу. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки. Всем пока.